Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 июня и вот перед тем, как провести сбор огурцов сегодня, я хочу описать несколько сортов, которые я выращиваю для раннего урожая. Вот сейчас я стою около огурца изумрудный поток и для тех, кто ни разу не выращивал и возможно даже не слышал такое название, я хочу сделать описание этого сорта и показать, как он будет у вас выглядеть, если вы, например, будете выращивать его у себя в теплицу. Это довольно-таки новый сорт, он у нас, я смотрела информацию в госреестре, только в 2007 году появился, в отличие от зазули, который у нас старожил, несколько десятилетий его выращиваем. Я выращиваю изумрудный поток тоже впервые, выбрала только потому, что это вот такой длинноплодный томат и для получения раннего урожая это очень удобно. Раннеспелый гибрид для получения раннего урожая салатного назначения. В течение длительного периода производитель обещает, что он будет у нас плодоносить и вот эти удлиненные вот такие зеленцы, которые могут достигать до 50 сантиметров. Опять же, производитель обещает нам, что будут долго-долго они до самых заморозков. Вот видите, они тут все новые и новые образовываются. У меня он действительно вырос без проблем. И вот такие, ну это вот верху нижний я уже сняла, вот такие длинные огурцы шипованные висят. Можно выращивать во всех регионах и из-за своего вот такого продолжительного и обильного плодоношения. Этот огурец, я все-таки считаю его новинкой, вот этот огурец новинка, ну как нашел своего потребителя и многие огородники уже его выращивают и хвалят. Можно собрать урожай на 45-50 день, то есть полтора месяца после посева и мы уже будем кушать плоды. Растение является портонокорпическим, что очень важно для получения ранних урожаев. То есть ему не нужны пчелы, он самоопыляемый. Опять же, повторюсь, и в открытом грунте можно выращивать, но можно и в теплице. Вот я высадила в теплицу для того, чтобы очень-очень рано этот самоопыляемый гибрид дал мне. И еще, этот же сорт хочу высадить, попробовать осенью, потому что он не только для весеннего, но и для осеннего вот такого выращивания он подойдет. Вот тут листья огромные, их плохо видно, но я хочу, чтобы вы полюбовались на вот такие шипованные. Кусты, конечно, мощные. И если, как показать-то вам, ну видно, что, смотрите, толстые стебли, огромные вот такие вот зеленые листья. Смотрите, у меня даже они в планшет не влазят. Ну, огромные листья. Конечно, растение мощное. Все говорит о том, что оно готово выносить большое количество плодов и дать большой урожай. Так, что еще? Конечно, нужно подвязывать. И так как длина может достигать до полуметра, и вес 250-300 грамм одного вот этого красавца может быть. Сейчас вытащим его сюда. Подождите. Вот видите, вот моя рука, вот огурец. Ну, он тоже у меня даже в планшет не влазит. Вот, короче, вот такой. Вот так идет, 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 идет. Во время дегустации я покажу его подробнее, разрежу все. Сейчас просто я показываю внешний вид и знакомлю вас с характеристиками. Ну, вы видите, что форма удлиненная, цилиндрическая. Написано в описании, что часто изогнутые бывают они такие саблей. Бугристая и шипованная. И еще есть рекомендации, что плоды лучше не доводить до полуметра, а все-таки срывать, когда будет 25-30 см. Тогда они более нежные, более мягкие. И вот эти колючие белые шипы, это их сортовая характеристика. Вообще, если честно, я люблю более гладкие. Ну, шипы так шипы. Во время мойки я их, наверное, сейчас, как будешь мыть, обдерешь их все. Ну, конечно, вообще мякоть. Маленькие семенные камеры, мякоть хрустящая. Аромат огуречный, без горечи. Но еще раз повторяю, что самыми вкусными, конечно, являются молоденькие, наверное, которые вот в таком виде. Вот этот вот более молодой экземпляр, вот этот, он, скорее всего, будет повкуснее. Вот во время дегустации все это мы выясним. Ну и все желательно, чтобы не перерастал он. А, еще про те характеристики, которые многих интересуют. Это вот как типа болезни, что-то такое. Сейчас еще про них несколько слов скажу. Но я сразу говорю, так как я выращиваю его впервые, вся эта информация у меня пока по заявлению производителей. Так, производитель пишет, что он устойчив, этот гибрид, к заболеваниям и вредителям. И отдельно указано, что редко подвергается нападениям паутинных клещей и тли. Не знаю, почему, может быть, потому что, ну, как-то научились, может быть, выводить вот эти новинки такие. Конечно, это сорт салатный. Его по форме видно, что сложно его будет затолкать в баночку. Цельноплодное консервирование отпадает сразу. Но все равно, если порезать на кружочки, если порезать, например, один огурец на три части, можно и в малосольном виде, и в маринованном виде. И кто любит, например, малосольные, вот я сегодня специально буду снимать урожай для того, чтобы сделать малосольные огурцы. Можно их употреблять, но, конечно, он не корнишонного типа, и вот в привычном смысле законсервировать его нельзя в привычном виде. А вообще, все остальное в нем очень хорошее. Пишется, что на сайте производителя, что он будет плодоносить вообще до заморозков и до снега. Он будет образовывать новые и новые плети. Но это все мы узнаем потом, когда он у меня, ну, какое-то время поживет. Вот сейчас пока что июнь месяц, начало июня. Мы уже рвем давно, со средины мая, по-моему. Ну, не так, что не ведрами, но по несколько штук все равно срываем. Он образуется очень активно. Сейчас покажу вам на другой плите. Переедем немножко. Вот видите, ой, сейчас подождите. Это все он. Вон, видите, молоденькие висят. Вот и которые изогнутые, как пишут, что часто изогнутые. Вот эти молодые я сейчас все срежу. Вон, видите, внизу. Вот. Очень много огурцов. И видно, уже я вижу, что они урожайные, потому что, ну, завязей много. Вот как раз тут видно, что стволы толстые. Обязательно... Ой, подождите. Попался малыш в свои собственные усы. Ай, запутался. Я стараюсь за ними следить. Конечно, вот они немножко подвязываю вот так. Посынковать я не посынкую, потому что я все плети, которые образуются, стараюсь применить тоже в дело. Растягиваю их дальше. Все. Вот это наш изумрудный поток. Название ему подходит. Он... И огурцы висят потоком прям, когда вот не собраны. Вот сейчас вот эти молодые, если бы я не срезала, они бы немножко увеличились. Они были бы прям сплошным потоком. Но еще объясняют, что изумрудный поток, это потому что очень продолжительное плодоношение. Даст нам целый поток вот таких вот вкусных, нежных, хрустящих, ароматных огурчиков. Мне он уже нравится. И я его посеяла и начала выращивать. По положительным рекомендациям своих зрителей. Почитала оценочные вот разные комментарии. И дают ему люди оценку 5 баллов. По крайней мере, ни одного негативного комментария в адрес этого сорта я не услышала. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. И это вот такой подробный обзор новинки огурцов. Изумрудный поток. Все. С вами был Игорь Негода.